Цзэджан сказал, если ученый муж при виде опасности готов пожертвовать собой, при виде выгоды думает о долге, при жертвоприношении думает о благоговении, при похоронах думает о скорби, то и этого уже достаточно, чтобы называть его ученым мужем. Цзэджан сказал о том, кто держит добродетель не расширяя, кто верит в Дауни искренне, можно ли сказать, что он есть, можно ли сказать, что его нет. Ученики Цзэся спросили у Цзэджана, как строить отношения с людьми. Цзэджан в ответ сам спросил, а что говорил об этом Цзэся? Ученики ответили, Цзэся говорил так, водите дружбу с теми, кто подходит, кто не подходит, тем давайте отвод. Цзэджан сказал, это отличается от того, что известно мне. Благородный муж почитает достойных и великодушно относится к простым людям. Он хвалит добрых и сочувствует немощным. Обладая великими достоинствами, кому из людей я был бы невеликодушен. Не будь у меня великих достоинств, то люди отвергли бы меня, а если так, как я бы смог отвергнуть их. Цзэся сказал, даже на малом Дау непременно есть то, что заслуживает внимания. Однако, устремляясь вдаль, боюсь, на нем завязнешь, поэтому благородный муж на него не вступает. Цзэся сказал, того, кто изо дня в день узнает то, чего ранее не знал, и из месяца в месяц не забывает то, что смог постичь, можно назвать философом. Цзэся сказал, широкая эрудиция, непреклонная воля, пытливость ума и тщательное обдумывание, во всем этом содержится человеколюбие. Цзэся сказал, ремесленник жизнь свою проводит в мастерской, чтобы в совершенстве овладеть своим делом, а благородный муж учится, чтобы постичь свое Дау. Цзэся сказал, совершив ошибку, маленький человек непременно маскирует ее. Цзэся сказал, благородный муж пребывает в трех ипостасях. Взираешь на него издалека, он суров, соприкасаешься с ним, он мягок, а слушаешь его слова, он строг. Цзэся сказал, благородный муж обретает доверие и лишь потом утруждает народ, а если пойдет на это без доверия, то прословет мучителем. Благородный муж обретает доверие и лишь потом увещевает, а если пойдет на это без доверия, то прословет клеветником. Цзэся сказал, если в великой добродетели соблюдаются нормы, то в малой добродетели отклонения туда-сюда возможны. Цзэйю сказал, ученики Цзэся способны к тому, чтобы мыть и подметать, вести беседу, встречать и провожать. Однако это лишь вершки. А где же корешки? Их нет, как с этим быть? Цзэся, услышав это, сказал, увы, Цзэйю ошибается. Согласно Дао благородного мужа, что передают прежде и чем присыщают потом? Взгляни, например, на травы и деревья. Даже они все четко подразделяются по видам и родам. Тем более, разве можно допустить какую-либо неточность в Дао благородного мужа? Чему стоять в начале и чему в конце, о том судить совершенно мудрому человеку? Цзэся сказал, когда на службе случается досуг, учись. Когда в учебе случается досуг, служи. Цзэйю сказал, траур длится, пока не прекратится скорбь. Цзэйю сказал, мой друг, Джан способен сделать трудновыполнимое, однако ему недостает человеколюбие. Цзэнзы сказал, как величественен Джан, однако, будучи с ним рядом, трудно стать человеколюбивым. Цзэнзы сказал, я слышал это от учителя. Кому еще не приходилось испытать всю глубину своих чувств, непременно испытывает это на похоронах родителей. Цзэнзы сказал, я слышал это от учителя. С проявлением сыной непочтительности Мэн Джоанзы можно сравняться, а вот с тем, что он не заменил слуг своего умершего отца и оставил неизменным принципы его правления, с этим сравняться трудно. Мэн Ши назначил Ян Фу судьей. Ян Фу обратился за советом к Цзэнзы. Цзэнзы сказал, верхи утратили свое дао, в народе давно разброты шатания, когда возьмешься за дела, то сожалей и милосердствуй, а не ищи в этом удовольствие. Цзэнзы сказал, инский тиран Джо был плох, а в представлении людей выглядит еще хуже, чем был на самом деле. Поэтому и для благородного мужа сущее зло пребывать среди подонков, ибо вся грязь поднебесной сливается туда. Цзэгун сказал, когда благородный муж делает ошибку, это словно затмение солнца и луны. Ошибка сделана, и все смотрят на него с осуждением. Исправлено, и все взирают на него с уважением. Гунсун Чао из Вэй спросил у Джигуна. Джун ни у кого учился. Джигун ответил. Дао Вэнь, Вана и Увана разве не спустилась на землю к людям? Достойные узнали свое величие, недостойные узнали свою ничтожность. Нет таких, в ком не было бы Дао, Вэнь, Вана и Увана. Так у кого учитель не учился? А потому, к чему здесь постоянный наставник? Шусун Ушу в разговоре с вельможами во дворце произнес. Цзэгун достойнее Джун ни. Цзэфу Цзэнбо пересказал это Цзэгуну. Цзэгун сказал. Возьмем, например, дворцовые стены. Моя стена доходит до плеч, и через нее можно рассмотреть, что есть хорошего в залах. Стена же учителя возвышается на несколько жений. Если не найдешь потайную дверь, не войдешь вовнутрь, и не увидишь великолепие храма предков и дворцовых палат, а также богатство государственных чинов. Однако немного тех, кому удалось отыскать эту дверь. Не потому ли таково и замечание того вельможи? Шусун Ушу стал порочить Джун ни. Цзэгун сказал. Напрасный труд. Джун ни нельзя порочить. Достоинство других, что бугорки и холмики. Через них можно перескочить. Достоинство же Джун ни – это солнце и луна, через них не перепрыгнешь. Пусть кто-то и захотел бы сам отречься от них, но какой вред от этого солнцу и луне? Он лишь покажет меру своей неразумности. Чэнь Цзэцинь, обратившись к Цзэгуну, сказал. Вы выражаете ему почтение. Разве может быть, чтобы Джун ни был достойнее вас? Цзэгун ответил. По одному слову судят о мудрости благородного мужа и по одному слову судят о его невежестве. Поэтому в речи нельзя не быть осторожным. Учитель недосягаем, подобно небу, на которое невозможно взобраться по лестнице. Если бы учителю были уверены страна и правящие дома, то, как говорится, кого поставил бы стояли, кого повел бы те пошли, кому бы дал покой пришли, кого бы полтопнул на встречу, поладили бы между собой. При жизни славили бы его, а после смерти все бы печалились. Так разве можно с ним сравниться?